Фасад новой детской поликлиники готов на 98%. Остался только цоколь. Окна и витражи поставили, наружные сети подвели, черновую отделку практически сделали и приступили к чистовой. Благоустройство продолжат в мае. О ходе работ на объекте рассказал главный врач КБ номер 50, на очередном заседании Думы. Напомним, сроки сдачи поликлиники переносили уже несколько раз. В основном возникали сложности с подрядчиком. В 2022 году работы на площадке активизировались. Из глав госэкспертизы пришло заключение на согласование увеличения стоимости. Часть денег для оплаты работ получили в 2022 году. Оставшиеся средства ждут в этом. Из-за все-таки недостаточно хорошей организации работ подрядчиками на строительной площадке, темпы замедлились, поэтому сроки сдачи сдвигаются немножко вправо помесячно. Но вот на июль месяц планируется приучение ЗОС, дальше процесс ввода в эксплуатацию, лицензирование, получение лицензии. И все-таки в этом году мы планируем, поликлиника начнет работать. Также Игорь Викторович рассказал о текущих ремонтах отделений поликлиник. В прошлом году, благодаря реализации пилотного проекта ФМБА «Росатом» удалось реконструировать приветственную зону во всех трех поликлиниках. Кроме того, заменили кровлю в терапевтическом и противотуберкулезном отделениях, отремонтировали часть снузлов и лестницы в первой поликлинике, сделали интерактивный класс во второй поликлинике, обновили оборудование и сделали косметический ремонт в Центре здоровья детской поликлиники. Появилось и новое оборудование. Новый флюорограф на общую сумму больше 20 миллионов. Новый флюорограф в первую поликлинику, оборудование для эндоскопии, функциональной диагностики. В рамках этой же программы было приобретено три автомобиля. Операционное оборудование. Были заменены два стола в операционной. Операционные столы и светильники были заменены. Много лабораторного оборудования. Рентгеновское оборудование в приемном отделении установлен новый цифровой рентгеновский комплекс. Автомобилический лазер был приобретен. Рентгеновская система для новорожденных современная приобретена. И система водоподготовки для гемодиализа. В результате приобретения системы водоподготовки для гемодиализа нам в конце прошлого года, 22-го, удалось начать реконструкцию, ремонт в отделении гемодиализа. И в мае мы должны запустить новое, с новым оборудованием, новое отделение. В этом году КБН-50 планирует реализовать 7 ПСР-проектов. Самые масштабные из них касаются создания реабилитационного отделения. Его примерная стоимость – 160 миллионов. Центр промышленной медицины, цифрового здравпункта и модернизация оказания травматолога ортопедической неотложной помощи. Есть подвижки в вопросе строительства здания наркология. В результате наших заявок мы были оставлены в проекте достройки здания наркологического корпуса. То есть наш объект был признан объектом незавершенного строительства. Мы остались в программе. И в этом году уже подали документы на изменение проекта, потому что изменилось предназначение здания, предполагался наркологический корпус. В настоящий момент предполагается, что это будет психоневрологический диспансер со стационаром полностью. Площади там позволяют. Это не значит, что заявку одобрили. Необходимо провести проектно-изыскательные работы, поменять проект. Но, как отметил Игорь Лошманов, надежда на возобновление строительства появилась. Нам не отказали, как это было в прошлые годы. Но наряду с приятными моментами остаются и сложности. Один из острых вопросов – кадры. Несмотря на то, что удалось остановить снижение количества врачей и уменьшить их в средний возраст, нехватка кадров все равно ощущается. Уменьшился приток терапевтов и врачей скорой помощи. При этом точечно удается закрывать вакансии по узким специалистам, в том числе из-за того, что больше сотрудников удается направить на целевое обучение в ординатуру.